Всем привет! Меня зовут Светлана и я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я хотела бы сделать с вами три расклада. Будут три расклада на трех колодах. Каждая колода это золотое таро, нефертари, мы видим ботичили золотое таро и классическое таро уэйта. Вы сейчас можете выбрать одну из колод. Три варианта, напоминаю, на каждой колоде мы будем работать с вами. Итак, все те, кто выбрал первую колоду нефертари, мы начинаем делать расклад на первой колоде, а две другие мы пока что отложим. Итак, давайте посмотрим свое предназначение, для чего сейчас и здесь вы должны что-то сделать. Ваша задача. Так, смотрите. Пять карт я вынула и мы смотрим. Конечно же, первая карта, вы видите, карта мира. И, естественно, с первой же карты я могу сказать, что здесь вы уже посланы на этот свет для того, чтобы гармонизировать какие-то отношения между людьми. То есть должны примерять людей, должны помогать людям соединяться. Здесь, понимаете, по этой карте именно гармония, именно идет гармония отношений. Может быть, вы должны работать психологом, чтобы к вам люди обращались и вы помогали разрешить какие-то ситуации. Может быть, врачом. То есть здесь идет помощь людям. Вы должны их излечивать не как телесно, а вот именно душевно, духовно, может быть. Может быть, вам заниматься какими-то практиками и помогать людям найти вот ту вот золотую середину, когда они могут быть спокойны, когда они могут наладить свою жизнь. То есть карта, естественно, это созидающее. Вы должны созидающие какие-то функции нести в этой жизни. Карта обнуления. Я могу вам сразу сказать, что на протяжении всей вашей жизни будет очень много этапов, когда вы будете все начинать с нуля. То есть это не такая будет рутина, когда вы как в болоте будете сидеть и каждый день будет у вас похож на вчерашний. Нет. Однозначно у вас постоянно будут обновления. Постоянно. Либо это какие-то постоянные переезды, либо смена постоянной работ, либо постоянная смена партнеров. Но вы постоянно что-то будете менять и постоянно новое начинать. Это ваше предназначение. От этого вам никуда не деться. Дальше. Ну, двойка. Смотрите, как интересно. Двойка мечей. И если посмотреть предыдущую карту мира, на вашем жизненном пути я сразу хочу сказать, что будут появляться люди, недоброжелательно настроенные к вам. Ну, что я могу сказать? Вы знаете, есть такая версия, и я склонна все-таки верить этой версии. Конечно, научно она не доказана, но все-таки к этому можно прислушаться. Что человек, перед тем, как попасть в эту жизнь, он сам выбирает свою судьбу. И когда он хочет исправить какие-то кармические задачи, отработать предыдущих жизней, он сам выбирает себе врагов. Кто будет ему палки в колеса ставить или причинять боль, какой-то ущерб, вред. Может быть, не те мужчины будут попадаться, которые будут постоянно либо уходить от вас, обманывать или еще что-то. Может быть, мама или папа слишком грозные. Может быть, друзей практически нет или из-под тяжка кто-то нож в спину будет совать. Вот такая существует версия, что мы сами выбираем свою жизнь. А значит, кармически мы должны отработать вот именно эту вот схему, которую мы выбрали. И вот с этой картой мир, гармония, да, говорится о том, что мы должны быть терпимы к врагам, терпимы к недоброжелателям. Мы должны смиренно и спокойно нести вот то, что нам дано жизнью. И то, что, скорее всего, вы все-таки выбрали перед тем, как прийти в этот мир. Это, скорее всего, так. Просто нужно будет терпеть, работать над собой. Может быть, вы неправильно себя ведете. А может быть, вы вели себя неправильно по отношению к этому человеку в предыдущей жизни. И сейчас вам нужно просто это отработать. Дальше, смотрите, ну, карта солнца. Однозначно вы человек, я хочу сказать, очень-то такой светлый. И несете свет в общество, свет в люди. От вас всегда тепло, от вас всегда пахнет вкусно какими-то пирогами, я не знаю, чем-то домашним. Если даже вы не печете, ну, может быть, что-то в доме у вас так тепло, светло. Может быть, вы шьете красивые занавесочки. Или, может, красивое что-то мебель покупаете, интерьером занимаетесь. Но в любом случае, вот по этой карте я могу точно сказать, вы занимаетесь чем-то красивым. Вот как творчеством, понимаете? Все, что вы делаете руками, может быть, в доме, может быть, на работе, искусством, хобби. Но это однозначно вам этим нужно заниматься. Вы должны нести что-то положительное. Вы должны именно вот творческий какой-то процесс присутствовать в вашей жизни. Нести в народ вот это вот тепло, красоту. Красоту, может быть, созданную своими руками какие-то изделия. Также душевную какую-то, духовную красоту. Может быть, вы артист или поэт, пишете стихи или читаете их, или музыкант какой-то. Но вот что-то красивое создавать по этой карте однозначно это точно нужно. И посмотрите, какой интересный аркан у нас здесь, да? Смотрите, вы должны, вы видите, как одна фигура человеческая готовит, мумифицирует другого умершего человека и готовит к загробному миру, чтобы он хорошо сохранился вот по этой карте. И вам по этой карте говорится о том, что вы должны беречь все то, что создали. Если вы пишете книги, ни в коем случае их нельзя сжигать, выкидывать или еще что-то. Их надо создавать, их для следующих поколений беречь. Если же вы что-то делаете своими руками, может, правда, красивую мебель, или шьете красиво, вышиваете, пишете музыку, стихи, ну вот всю красоту, это обязательно нужно сберечь. И обязательно это пойдет в люди, в народ. Это будет востребовано. Может быть, вы сейчас зажаты как-то и боитесь все свое творчество выставить. Может, вы работаете на дядю где-нибудь. Ну, а эти карты однозначно показывают, что вам нужно работать на себя. И, возможно, даже хобби ваше принесет вам больше дохода, чем вы будете работать на кого-то. В каком-то, может, банке или еще вот, где ограничены какие-то способности и знания, нужны вот цифры, считать и прочее. Нет, это вообще не ваше. Это абсолютно не ваше. Впрочем, вот по этой карте обнуления вы постоянно должны перемещаться. Это, знаете, как по психологии говорят, 3,5 года поработал на одном месте достаточно. Надо переходить на другое место работы, чтобы оно приносило радость, чтобы это приносило не только финансовое какое-то удовольствие, но также эта радость должна, чем вы занимаетесь. А, как правило, это и психолог любой вам скажет, после 3,5 лет вы теряете интерес к своему делу. Вот такая вот позиция первая. Давайте теперь посмотрим следующие карты. Что нам скажет новое Таро, новое золотое Таро. Боттичели, колоды Боттичели, шикарное Таро. Татьяна, благодарю тебя, солнышко, за это Таро. Татьяна из Москвы, моя землячка. Люблю тебя, родная моя. Итак, давайте посмотрим, что же здесь нам скажут карты. Так, ну что, давайте смотреть, кто загадал на второе Таро. Ну, во-первых, четверка Чаш. Посмотрите, как интересно, в каком исполнении эти карты изображены. Не могу налюбоваться ими. Действительно, просто шикарнейшие карты. Сразу хочу сказать, что это больше вам подходит философия. Вы, возможно, в жизни будете что-то терять, что-то находить по всей жизни. Это не будут такие бурные какие-то всплески. Но вы каждый вот нюанс, мелочи будете, конечно, переживать. Вам это нужно будет по судьбе отработать однозначно, потому что вот карта философа, знаете, вот вам нужно будет философствовать. Если вы не попробуете что-то плохое, вы не почувствуете, что такое счастье. И если вам какие-то неприятности будут попадаться на жизненном пути, это нормально. Это для того, чтобы вы сделали какие-то выводы, какую-то философию свою открыли, о чем-то порассуждали. Возможно, вы человек, знаете, вот такие люди, интересные люди, которые пишут книги, которые могут объяснить различные ситуации с новой точки зрения. Не так вот обыденно, как это можно объяснить по учебникам или по каким-то писаниям. Нет. А вот у вас логика мышления совершенно по-другому. Вот ум вообще по-другому работает по этой карте. Однозначно. Смотрите, пятерка чаш, шестерка чаш. Боже мой, здесь и семерка чаш. Но чувства. Чувства. Вы действительно, это философ однозначно, можете поговорить. Вы знаете, единственное, что вот по всему раскладу, если смотреть, я думаю, что здесь у вас может стать проблема быть непонятым, понимаете, человеком. Если вы попали вот в ту струю, где вас поймут вот ваше мышление неординарное, ваше видение на жизнь неординарное, тогда вы будете как в своей тарелке, и у вас в жизни все будет хорошо, нормально продвигаться, понимаете. У вас вырастут крылья, и вы полетите просто. А вот если вас не поймут по вот этим вот картам, то ваши крылья просто могут на корню обрубить. Вот люди, неотесанные мужланы, вот такие вот. Смотрите, пятерка чаш. Смотрите, какая тоже интересная карта. Однозначно. Это чувственная карта. Вы будете всегда все анализировать. Вы будете вспоминать прошлое, делать выводы, анализировать какую-то ситуацию, в чем вы были правы, неправы, кто правильно поступил, кто нет. Вы знаете, такой вот глубокий анализ по этой карте идет однозначный. Шестерка чаш. Ну, это опять нас возвращает в прошлое. Воспоминания о прошлом, воспоминания о детстве, о своем. Вы вспоминаете, как и о родителях, и, может быть, о бабушке, о дедушке, о своей юности, о своем детстве, как было хорошо. Я, знаете, еще могу сказать, что вот этому человеку, кто загадал на этот расклад, однозначно будут помогать вместо силы это его дом. Вы даже можете мысленно закрыть глаза, если вам тяжело как-то, плохо в какой-то ситуации. Вы закрываете глаза дома и переноситесь мысленно вот там, где вам было хорошо в детстве. Может быть, это бабушкина какая-то комната, где были еще часы такие, знаете, старинные. Может быть, еще статуэтки, помните, такие балеринки маленькие прыгали, скакали. Или еще вот запах пирогов бабушкиных. Может быть, маму вы вспомните, как она вас с детского сада забирала. Или папу, который приходил, брал вас на руки, обнимал, и вы чувствовали поддержку. Вот по этим картам однозначно у вас сила будет в ваших воспоминаниях. Вы должны возвращаться в те времена, когда вам было хорошо. И от этого вы будете черпать силы, вот тянуть энергию именно оттуда. Смотрите, десятка жезлов. Вот такой расслабленный уже человек лежит. Расслабленный, десятка – это законченная работа, это проделанная работа. Вы знаете, даже вот по этим арканам, и опираясь даже на эту карту, я могу сказать, как будто бы вы заключительные какие-то жизни здесь уже живете на земле. Вы сделали определенные выводы. Вы уже знаете толк в жизни. Вы не гонитесь за длинным рублем. Вы не ищете какие-то связи и знакомства, которые вас возвысят над другими. Понимаете? Вы просто дружите с теми, кто вам приятен. Вы ходите не на такие вечеринки, где там только звезды какие-то залакированные будут, а встречаетесь с теми людьми, с кем вам приятно. Потому что вы человек умудренный опытом. Вы уже просто отдыхаете и созерцаете этот мир. Просто смотрите на него, делаете какие-то выводы. Понимаете? Вот как просто издалека, взгляд издалека. Дальше, смотрите, семерка чаш. Ну, естественно, это как иллюзии, да? И можно посмотреть здесь, я думаю, у вас точно какой-то есть ангел-хранитель ваш, с которым вы общаетесь. Может быть, это бабушка, может быть, дедушка, мама, ну, кто угодно из умерших. Вы подпитываетесь, вы чувствуете, в общем-то, поддержку от каких-то родственников, которых нет. Вот как ангелы-хранители. Ну, такой интересный вы человек, вот кто загадал, вот такой вот расклад получается. Давайте посмотрим с вами, кто загадал третью колоду, ваше предназначение на этом свете, в этом миру, что покажут карты. Так, пять карт. Ну, что же, могу сразу сказать, что в этой жизни у вас будет проверка на деньги, это однозначно. В этой жизни я сразу могу сказать, вы видите, такая карта интересная вам выпадает. Может быть, вы должны работать или работаете, знаете, в каких-то органах. Может быть, в суде вы работаете и постоянно что-то взвешиваете, постоянно даете людям советы. Может, вы судья, может, прокурор, может быть, адвокат или еще кто-то. А может быть, даже вы просто хороший друг и товарищ, которому приходят за советом. Вы раздаете советы и постоянно подсказываете людям, как им жить, что им делать. И, ну, это, я вам хочу сказать, вам доставляет удовольствие. Сразу хочу сказать, что вы человек работящий. Вы очень хороший работник. И даже, я бы сказала, вы не просто сотрудник, а вот стоите на какой-то ступеньке, уважаемые. Вас почитают, вас уважают. Естественно, вы получаете хорошие деньги. Вы можете заработать эти деньги. Вам рука, вот видите, как с неба, рука помощи всегда даст деньги. Даже если, когда вы чувствуете, что нет куда взять копеечку, вам все равно где-то вы найдете, раздобудете или вам кто-то поможет, даст. Но деньги у вас будут всегда. У кого-то больше, у кого-то меньше. Но без денег вы не будете в этой жизни. Однозначно. Это жизнь, ваша проверка. Почему? Потому что надо не забывать. Вот шестерка, вы видите, чаш. Это возврат в прошлое. Это говорит о том, что нужно не забывать своих близких, родственников, близких друзей, коллег. То есть, если вы возвысились каким-то образом над ними, может быть, вы какую-то должность хорошую получили, статусность, может быть, вам нельзя забывать о тех людях, которые, может быть, сейчас чего-то не достигли. Вы всегда должны помнить о них, о родных, близких, друзьях, знакомых. Потому что, если вы переключитесь на финансовое благополучие, вот постоянно будете только работать и думать о заработке, и забудете про своих близких и родных, вот тут-то как раз-таки вы можете допустить ошибку в этой жизни. Поэтому, кто смотрит сейчас этот расклад, вот вам от карт советчиков подсказка. Если вы забыли сейчас позвонить маме, папе, братьям, сёстрам или каким-то близким друзьям, сделайте это сейчас после окончания этого расклада. Я вам точно говорю, это нужно сделать обязательно. Пятёрка чаш, ну, вот это следствие вот этой карты. Если вы забудете про них, то, когда наступит утрата близких людей, вы видите, вы будете очень сильно горевать. Вы будете очень сильно плакать и страдать, и локти кусать, из-за того, что вы не находили время пообщаться с вашими родными и близкими, а только думали о том, чтобы заработать деньги, получить какой-то статус и двигаться вперёд. У вас будет очень много соблазнов, вас будут приглашать на хорошую работу, на хорошие должности, вам будут деньги давать. Но, ещё раз повторюсь, не забывайте о близких и родных людях. И посмотрите в округе, может быть, кому-то нужна помощь, помогите, потому что, может быть, слишком поздно, когда вы вспомните об этих людях, когда наступит утрата этих людей, вы действительно будете мучиться, скажете, что деньги – это не главное в жизни, нужно было помогать другим людям. Вот такой вот был расклад номер 3. Я надеюсь, эти расклады вам понравились, надеюсь, для кого-то они были полезными. Я вас всех очень люблю, дорогие мои подписчики, зрители моего канала, любимые мои клиенты, дорогие мои друзья. Пишите в комментариях, что бы вы ещё хотели увидеть на моём канале. От себя лично я желаю вам всем здоровья, счастья, финансового благополучия, огромной неземной любви, взаимопонимания между близкими людьми и всего самого наилучшего в мире. Пока-пока!